МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Давайте отдохнем от политики. Немножко поговорим о музыке. Всего 25 минут разговора и показа музыкальных фрагментов будущего скрипичного фестиваля, конкурса, я ошибся, конкурса скрипачей, который впервые состоится в Одессе. Международный конкурс скрипачей. Он так и называется – Одесский международный конкурс скрипачей. Его инициатором и организатором является мой гость, один из исполнителей, которого вы знаете по фестивалю «Золотые скрипки» Одессы, одессит Андрей Мурза. Здравствуйте! Добрый день! Выпускник школы Столярского, Одесской консерватории, ныне работающий в Германии, в Дюссельдорфе, да? Ну и время от времени гастролирующий в Стамбуле, где он является концертмейстером симфонического оркестра. И Станислав Пронин, которого вы тоже знаете, он часто выступает по телевидению со своими клипами, которые он сочиняет и снимает. И тоже выступал и будет выступать в фестивале «Золотые скрипки» Одессы и в этом году, как и Андрей. Но в данном случае Станислав – член жюри этого конкурса, который будет впервые проходить в Одессе. Конкурсов очень много во всем мире. Буквально до недавнего времени конкурсы просто заполонились в музыкальный мир всех сцен, стран. Имени, имени и имени. Имени королевы Елизаветы, имени Паганини, имени Чайковского, это самые крупные, я называю, имени Винявского, имени уже по меньшим уровням конкурсы, имени Гольштейна, имени Стерна и так далее. Их очень много. Для чего Одесский конкурс? Какая цель именно Одесского конкурса? И чем он отличается от обычных конкурсов? Обычных конкурсов, где выступают молодые исполнители, но проходят в три тура, много играют, сидит огромное жюри, ну и в результате выясняется, что побеждает не самый лучший, а самый выносливый, прямо скажем. Итак. Да, спасибо за приглашение. Действительно, у нас в этом году первый раз пройдет наш конкурс с именем Международный конкурс крепачей, потому что два года подряд мы проводили конкурс, который носил… Локальный, областной, да? Да, действительно, локальный такой конкурс локального уровня, то есть это был областной конкурс, где участвовали только ученики музыкальной школы и так далее. Между прочим, благодаря этому конкурсу я услышал замечательную, способную очень девочку из Измаила, из Измаила, да, которая неожиданно, выйдя на сцену, сыграла так, что, честно говоря, я искренне думал о себе, я бы не знал, что она из Измаила, я потом узнал об этом, что она из Измаила, я думал, что она одна из способных учеников школы солярского. Ну, у нас изначально была цель такая, чтобы открыть для себя тех детей, действительно, ну, для себя, потому что немногие знали, кто, то есть кто, возможно, и знали, но это, скажем, не было… Ну да, это не публично было, да, конечно. То есть между нами все знали, чтобы именно продвигать, помогать им. Вот для этого, собственно, и создавался конкурс, чтобы участники и лауреата наших конкурсов верили в то, что они занимаются нужным делом. То есть они… Чтобы был стимул. Ну, конечно, да. Потому что это очень важно в нашей профессии, как и в любой, собственно. Международный конкурс скрипачей, можно подумать, что это, как, ну, какая разница, какое имеет отношение к тому, чтобы стимулировать, к тому, чтобы поднимать нашу детскую скрипачную школу. Ну, с другой стороны, когда приезжают люди из-за рубежа, у нас в этом году подали 67 заявок из 18 стран мира. Это и США, это и Англия, это и Германия, Япония, и Южная Корея. Ну, это… Сейчас, Андрей, для того, чтобы все-таки телезрители услышали музыку, они же должны услышать музыку. Я знаю, что этот конкурс необычен тем, что есть две возрастные группы. Да? Да, ну, я бы не сказал, что это необычно, это просто мы… Нет, ну, в большинстве конкурсов нет возрастных групп. Скажем так, в крупных, действительно, таких масштабных конкурсах, действительно, там… Ну, там есть до… Там в некоторых даже не указывается от какого возраста. Да, да, до указывается, до 33, предположим. Ну, мы хотели охватить все, скажем, возможные, конечно. Мы тоже не указывали от какого возраста, потому что, ну, сейчас вот кто следит внимательно за, скажем, культурной жизнью в мире, то все знают, что сейчас проходит конкурс Минухина. И там можно услышать детей, которые 10-11 лет играют так, что многим даже в 30 не снилось. Это правда. Поэтому, кто знает, возможно, и невозможно, и уже… Какой-то юный китаец играл, полонез Звинявского, который, ну, будем говорить, 70% скрипачей вряд ли сыграет так, как играет этот 10-летний мальчик. Это правда. Да, поэтому у нас тоже нет определенных от какого-то возраста. У нас есть до 16-ти, младшая группа. И от 17-ти до 23-х – это старшая группа. Чтобы мы уже включили туда тоже не только, скажем, учеников школ, но и студентов. Я не открою большой тайны. Сейчас скрипка получила огромную популярность в азиатских странах. Ну, просто они с ума сошли. Вот, совершенно искренне говорю. Китай, Япония, Корея. Они играют на скрипках. Ну, население огромное. И, по-моему, уже половина страны Китая играет на скрипках. Причем надо отдать им должное, чтобы итальянские инструменты невероятной цены, невероятной стоимости и невероятного авторства, такие как Страдивари, Гварнери, Амати, они сейчас, как ни странно, находятся именно в руках, как правило, скрипачей из этих стран. Они просто покупают их, не торгуясь, не участвуя в каких-то тендерах или в каких-то аукционах, а просто покупают. Вот сколько сказал, столько и заплатил, как говорится. В этом конкурсе будут участвовать тоже представители этих стран. И я хочу, чтобы вы услышали сейчас фрагмент выступления, которое прислала нам юная японская скрипачка, Майя Томатаки. Буквально небольшой фрагмент сонаты Моцарта. Дело в том, что юные скрипачи присылают свои записи, а затем уже жюри, отобрав из них лучшие, приглашает их на этот конкурс. Вот Майю Томатаки является одной из приглашенных на этот конкурс. Я прошу. Майя Томатаки Майя Томатаки Вот она не совсем юная, прямо скажем. Для скрипача достаточно уже зрелый возраст, ей 21 год. Но при этом, при всем, вот именно этот принцип, когда присылают свои записи, да, насколько я понимаю, свои записи, видеозаписи и звуковые записи, аудиозаписи, для прослушивания, а затем происходит отбор, как бы вслепую, будем так говорить. А после этого отбора вызываются конкурсанты потенциальные, которые действительно интересны на конкурс, вот это, наверное, достаточно необычно и интересно для подобного действия, коим является международный, одесский международный конкурс скрипачей. Но так как Станислав Пронин является членом жюри, я так понимаю, что впервые член жюри конкурса такого, я имею в виду скрипачей. Да, да. И что же, какие вот сегодня выводы из прослушанного, ведь вы уже знаете участников практически. Да, я видел, я просто видел, как до этого как-то один мой знакомый, я не буду говорить, конечно, кто это, на международном фестивале отбирал людей, он просто как-то взял вот так, он говорит, сейчас я с тобой поговорю, он взял вот так, там CD присылали, вот одну стопочку вот так вот отодвинул, и говорит, вот им не повезло, у меня нет времени. И вот из этих, как бы, я так, конечно, и очень хорошо, что это было все на YouTube, во-первых, потому что это было очень удобно для, мне кажется, ну для меня во всяком случае, я был в дороге, и как раз мне Андрей прислал, и мы всех, ну я во всех случаях, я так понимаю, все остальные тоже внимательно всех прослушали, мне было несколько человек, которые мне очень понравились, в принципе, уровень был достаточно неплохой, я не знаю, как бы, не сравнивать. А сами вы участвовали в конкурсах? Да, да, конечно, немного, потому что они мне, в принципе, не нравятся. Чем? Как участнику. Чем? Тем, что я люблю играть по интерпретации, по всяким, по всем, как бы, ну это мое личное, как бы, мнение, мне кажется, что многие люди на конкурсах пытаются, я думаю, что в данном конкурсе это не проблема, потому что мы все молодые люди, в принципе, в жюри, и там нету какого-то интереса. Ну, более того, не играют ваши ученики, что тоже немаловат. Да, именно замечательно, потому что мы можем, мне кажется, ну, как бы, у всех свое мнение, но более честно, как бы, да, когда зависит от того, что там чьи-то педагоги сидят и хотят подделать, сделать свою интерпретацию, подстроить под то, кому что-то понравится, мне кажется, что это для меня всегда это было немножко, есть люди, которые продолжают ездить и жалуются, насколько это все нечестно, я просто не ездил, не жалуюсь, да. Понятно, не значит, ты жалуюсь. Да, я ездил на несколько международных конкурсов, играл где-то хуже, чуть-чуть лучше, проходил куда-то, но я не фанат самой идеи, как бы, играть ту же программу постоянно, и как бы, ну, это мое личное, мне кажется, что с другой стороны это хорошо, играть на конкурсах, хотя бы, какой-то, ну, когда еще молодой, особенно, потому что это поднимает, в принципе, в каком-то смысле, качество игры, потому что нужно все настолько филигранно вот это все отточить, знаете, чтобы было. Ну, и потом ты участвуешь среди лучших, вообще-нибудь, в какой-то мере. Да, из-за больших, особенно конкурсов, ну, и вот этот конкурс, окей, это не королева Елизавета, но даже тут есть, есть, допустим, очень хорошие, вот, несколько человек, и ты, да, и ты должен среди них. Хорошо, все, понял, спасибо. Мы продолжим сейчас разговор. Я должен добавить к этому, что все-таки, участвовав в конкурсе, главное, не потерять свою индивидуальность, которую, в принципе, скрипач должен взрастить в себе за время учебы. Но это многое зависит, оценка индивидуальности зависит от подхода жюри к обсуждению того или иного исполнителя, по той простой причине, что у кого-то из жюри существуют штампы исполнения, это не Моцарт, да, и, и хоть ты трешни, и доказать, что это Моцарт, практически невозможно. Создается впечатление, что это член жюри, который сейчас сидит в кресле, в концертном зале, лично общался с Мольгангом, Амадеем, да, и был его близким другом. А с другой стороны, то, что вы не имеете отношения, профессионально, не имеете отношения к этим исполнителям, которые приедут, то есть вы с ними не занимались, у вас с ними не было никакой практики. Я вам больше скажу, когда мы отсылали кандидатов для прослушивания жюри, они получили только список, где было написано кандидат номер один. Такой-то возраст и видеосылка. Так мы сейчас раскрываем большой секрет, называя фамилии. Нет, дело в том, что у нас уже на этих днях мы уже официально объявим, кто пойдет. То есть вы закончили отбор? Да. И все это уже будет опубликовано. Андрей, но конкурс это в общем-то не очень дешевое мероприятие, прямо скажем. Как оказалось. Да, как оказалось. И его действительно нужно проводить или на хорошем уровне, или вообще не проводить. Поэтому кто ваши спонсоры, кто согласился на то, чтобы финансировать ну вот такое, я бы сказал, необычное действие, необычный конкурс, где существуют и дети, и уже взрослые, и скрипачи, достаточно взрослые. Да, действительно, это такой сам, прямо скажем, главный вопрос в организации. Всегда. Всегда. И в этом плане я, конечно, хочу выразить огромную благодарность директору Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяне Юрьевне Марковой за ее поддержку. Также хочу выразить благодарность мэру нашего города, Геннадию Ильиничу Турханову, за то, что они поддерживают наш проект, за то, что я вижу, что действительно городу это надо. Конечно, у нас есть кроме этого также люди, которым небезразлично небезразлично будущее одесских детей, которые учатся и в Столярской, и в других музыкальных школах. Это немецкие наши партнеры, швейцарские партнеры, которые помогают нам также финансово материально. Вот тут существует некая опасность. Опасность для меня, поэтому я честно спрошу и прямо спрошу. Дело в том, что телезрители знают, кто не знает, тот не знает, тот может все знает. Я один из организаторов фестиваля скрипачей Золотые скрипки Одессы. Вот четвертый фестиваль будет в этом году. Я не буду его рекламировать, потому что действительно выдающие скрипачи приедут, совершенно другие уже, это первые скрипки мира, такие как и Дон Кремер. Это без комментариев, это вершина скрипичного айсберга, но при этом при всем меня волнует то, что способные дети, талантливые дети, которые выясняются в процессе конкурса или в процессе обучения, затем в достаточно юном возрасте уезжают и могут уехать учиться в другие страны, в Германию, во Францию, в Италию и так далее, в Австрию, где, между прочим, работает достаточно много профессоров одесских, да, выходцев, как и вы, выходцев из Одессы, которые знают, что такое одесские скрипачи, которые еще и питают какие-то личные симпатию. Не значит ли это, что этот конкурс выявляет способных детей, а затем эти дети получают предложение переехать на дальнейшее обучение куда-то. Это неплохо, но это порывает связи с Одессой, и в их биографии остается только родился в Одессе, и первые годы обучался в Одессе, а затем Ну, если мы будем внимательно смотреть в историю, то так было всегда и будет всегда. Если вы посмотрите тот же Давид Ойстрах, который учился в Одессе. Не оскорбляя педагогов, нынешних педагогов, уровень сегодня скрипичных классов Одессы, он достаточно убедительен для того, чтобы конкурировать с мировыми скрипичными школами. европейскими скрипичными школами. Честно. Я бы не сказал, что и как сейчас говорить о именно школах европейских, а в детской школе можно говорить, наверное, насколько я сейчас могу судить, именно школы в Европе так таковой и нету, потому что там нет такой системы образования, как у нас. Они просто занимаются частным образом с тем или иным профессором, который уже их ведет. Не только частным образом, фонды оплачивают обучение. Это неважно. С таких лет ведет, ведет, ведет. И, конечно, если уже ты попадаешь в юном возрасте к мастеру, действительно, к известному педагогу, который может из тебя сделать звезду, то, конечно, если есть выбор, то, конечно, я думаю, глупо отказываться. В школе стоярского я только что давал мастер-класс, и я был очень рад слышать там способных учеников. Мне кажется, что многое зависит от финансирования. Вы сами сказали вот сейчас до этого, что вот у многих представителей азиатских стран, у них инструменты такие, потому что там идут огромные фонды, все это они финансируют, ну и государство в каких-то странах, в Германии, например, государственный уровень финансирования не сравним, не то, что близко вообще с Украиной, не то, что здесь нету талантливых студентов, не то, что они могут быть на международном уровне, но для этого нужно какое-то спонсорство, и какое-то, то есть действительно государственное какое-то государственное программное внимание, но я имею ввиду, что к чему вообще говорю, потому что вот этот международный например, конкурс, фестиваль золотые скрипки Одессы, и все это, вот эти все мероприятия, они как раз все больше и больше, мне кажется, привлекают внимание к Одессе, и будем надеяться, что это действительно привлечет внимание каких-то вышестоящих органов. людей, которые сегодня разъехались по всему миру, и которые вот приедут на тот же фестиваль золотые скрипки Одессы, это ученики Ойстраха, и этот фестиваль будет называться наследники царя Давида, так называли Давида Федоровича Остраха во всем мире, кроме Советского Союза. Наследники царя Давида и его ученики, они приедут, они будут играть, это лучшие скрипки мира, Америки, Германии, Франции, ну и так далее, и тому подобное. Не будем уже говорить о фестивале. Очень важно, что вы вот начали этот процесс, и Андрей начал этот процесс, поднимая уровень с детского детского, потому что для меня самым большой наградой вообще проведения фестиваля золотые скрипки, это было увидеть маленьких одесситов, идущих с крипичными футлярами к своим педагогам на уроке. Раньше я их вообще не видел, теперь я редко все-таки, но вижу, и это меня безумно действительно радует, это очень важно, это большое дело, которое необходимо действительно делать, и действительно то, что вам помогает город, и помогают спонсоры, это замечательно, но их надо было убедить в этом, поэтому в этом уже ваше слога, насколько я понимаю. Ну что ж, давайте закончим фрагментом исполнения маленькой девочки, которая тоже будет участвовать в конкурсе, судя по всему, это Паулина Вандеррест, это бельгийская девчонка, 13 лет, которая будет играть очень сложный каприз из Винявского, потрясающе сложный для скрипача, и думаю, что вы ее можете услышать во время конкурса, который будет проходить в Одессе с первого, да, или с... Нет, с 14 по 17 июня. С 14 по 17 июня. Спасибо большое вам, спасибо большое вам, спасибо. Музыка. Спасибо. Музыка. Музыка. Музыка.